К диетам я отношусь отрицательно, потому что я их перепробовала, наверное, за всю жизнь. Все, которые существуют, это, честно говоря, большое испытание для организма и в целом очень влияет на самочувствие, на настроение, на состояние вообще. Поэтому я для себя извлекла такой урок, что лучше все-таки жить в гармонии с собой, питаться правильно, не злоупотреблять лишними калориями. Я хожу в салон массажа, занимаюсь спортом активно и употребляю здоровое питание. Худеть или не худеть – вот в чем вопрос. Хотя сегодня им задаются все реже и реже. Между понятиями «красивый» и «стройный» общество долго навязывало знак равенства. Нас захлестнула мода на ЗОЖ. Мы истязаем себя новомодными диетами, тренировками, всевозможными процедурами. Вместе с нашей героиней Екатериной попытаемся разобраться, терять или не терять килограммы. Ей всегда и везде нужно выглядеть безупречно. Это часть имиджа. Лишний вес, с которым прекрасная половина человечества борется, эта леди давно превратила в успешный бизнес. Агентство моделей с формами – ее рук дело. И в такой момент, когда даже на перекус нет времени, люди умудряются совершать одни и те же ошибки. Даже сейчас девушки обмениваются не только профессиональным опытом. Они делятся секретами очарования, обольщения и, конечно же, стройности. Очень частая ошибка в том, что люди пытаются некие общие вещи, которые у кого-то когда-то сработали, пытаться перевязать к себе. Ведь у нас чаще всего как это бывает. Подружка приходит к подружке и говорит, слушай, я вот тут на такое вот целое, шикарное все, вот я три килограмма там потеряла за неделю. Вторая дико радуется, она начинает преследовать такую же цель, садится на такую же диету, и у нее получается что-то по-другому. Все абсолютно индивидуально. Подражать и терять здоровье – это не в нашей программе. Поэтому прямо сейчас отправляемся на кухню правильного питания. Здесь за вас посчитают, сколько и чего взвесить в граммах. И не надо пугаться, миф о том, что правильное питание – это постно и невкусно, давно развеет. Когда я пишу своим клиентам список продуктов, они теряются, потому что говорят, как? Как? Оказывается, столько всего можно есть. Но это же диета, это не диета. Это разнообразное, чистое питание, вкусное. И без всяких заблуждений о том, что это будет вареная грудка 7 дней в неделю и немножечко водой запаренная гречка – нет. Ну, конечно же, мы переходим на добор жиров обязательный. Это очень важно для здоровья, это очень важно для нашего гормонального здоровья. Это все возможные орехи, семечки, масла, авокадо – это из растительных жиров. Из животных жиров – это вся молочка, это рыба, это вкусные жирные морепродукты, икра, мясо опять же. На самом деле рацион огромный. И совсем не обязательно человеку, худеющему, полночи стоять у плиты. Положено питаться пять раз в день – получи, распишись. Что там в меню? Тевтили куриные под соусом тартар, каша гречневая, салат в паназиатском стиле. Даже на кусочек зернового хлеба рассчитывать можно. Что касается хлеба, многие заблуждаются, что хлеб нужно убрать из своего рациона совсем. Я не за это, потому что в хлебе очень большое количество аминокислот, в хлебе большое количество витаминов группы В, в хлебе клетчатка, опять же, которая заводит наше пищеварение. Но надо выбирать правильный хлеб. Можно выбрать вкуснейшую чайбату белую и ее с майонезом, но нет. Нам нужно выбирать цельнозерновые сорта хлеба. Опять же, для чего? Для того, чтобы вся эта клетчатка, содержащаяся в хлебе, помогала пищеварению. Она скребет прям кишечник, и нам становится с вами комфортно жить. Но смотрите на состав. Во многом иногда прослеживается сахар. Так что мы стараемся его убирать, конечно. Впрочем, дело не только в сахаре. В погоне за прибылью некоторые недобросовестные производители снабжают хлеб специальными синтетическими добавками. Благодаря им процесс брожения теста сокращается до полутора часов. Производительность же при этом увеличивается в 2-3 раза. Но беда в том, что дозревает этот хлеб как раз в желудках покупателей, вызывая неприятные процессы брожения, а иногда и гниение. Протестируем два кусочка хлеба. Один – обычный магазинный. В его составе сахаров и стабилизаторов кажется больше, чем муки. Другой испекли сами. В нем только закваска, вода и мука. Оба оставим на пару дней в сухом месте. Итак, что мы видим? Магазинный хлеб покрылся плесенью. Домашний всего лишь немного подсох. В общем, выводы делайте сами. Впрочем, если на купленном вами хлебе плесень долгое время не появляется, это вовсе не означает, что он приготовлен с соблюдением всех необходимых норм. Для профилактики грибков и бактерий в выпечку нередко добавляют консервант Е-282. Этот диверсант может долго сидеть в засаде и не давать о себе знать. Но выстрелит незамедлительно. Едва только накопится в нужном количестве. На этот залп организм отреагирует скачками давления, бессонницей и головными болями. Диетологи советуют покупать хлеб у проверенных производителей. А еще лучше – печь его самостоятельно. Ну что, теперь в спортзал. Кстати, свое питание лучше организовать с учетом выбранной нагрузки. Для начала, если у человека избыточный вес, акцентированно вы должны сделать баланс правильного питания. Человек до этого, например, потреблял 5-6 тысяч калорий. Он не снизил до 4 тысяч, чтобы поэтапно, пошагово, постоянно был процесс похудения. Сразу же резко бросает на 1200. Да, он ухудеет, но потом все процессы встают. Дальше просто происходит голодовка для человека. И он теряет уже не жировую ткань, а мышечную ткань. Это и есть основная ошибка многих. Ну и к тренажерам, конечно, лучше подходить с умом. Так, например, на беговую дорожку людям с весом более 100 килограммов лучше не вставать. Суставы такой нагрузки просто не выдержат. По той же причине стоит избегать всевозможных выпадов, а также силовых упражнений со штангой. Что и говорить, некоторые так стремятся похудеть, что готовы проводить в тренажерных залах по несколько часов в день. Такие нагрузки – слишком серьезное испытание даже для самого здорового человека. Поэтому прямо сейчас несколько советов для начинающих. Ну, максимально я сталкивался с 200-килограммовыми людьми – это простая прогулочная ходьба. Легкие упражнения укрепления плечевого пояса. Там гантели не больше 500 грамм. Время препровождения в тренажерном зале – там полчаса максимум. Это либо велоэргометр, чтобы не перегрузить коленный сустав, поясничный отдел, потому что они так перегружены за счет избыточного веса. И пару сидящих упражнений на укрепление спины и тазобедренного сустава. Все. Потом уже можно потихоньку что-то добавлять. Но смотреть по отклику организма только так. Наши кости только на первый взгляд кажутся такими прочными. Выдерживают же они как-то 100, а то и 200 килограммов живого веса. Но оценить степень их хрупкости можно на примере этой ракушки. Кстати, такая малютка спокойно выдерживает на себе вес до 70 килограммов. Но стоит только слегка надавить, и вот результат. Тоже происходит и с нашим скелетом. Стоит только переусердствовать в нагрузках. Чрезмерный вес негативно влияет на биомеханику сустава. Из-за повышенной нагрузки он быстрее изнашивается. Синтез компонентов хряща снижается. Происходит деградация. Хрящевая ткань практически стирается. Не имея защитного слоя на суставной поверхности, кости просто трутся друг от друга. Если этот процесс не остановить, дело может закончиться хроническим болевым синдромом, а в конечном счете протезированием пострадавшего сустава. Ну а теперь вперед к прекрасному. Массажный салон. Может хоть здесь отыщется волшебный эликсир от лишних килограммов. Кстати, один из мифов, связанных с этим кабинетом, гласит. Настоящий массажист обязан быть слепым. Этот недуг якобы влияет на чувствительность и мускулисты, что позволит лучше размять пациента и оставить на его теле побольше синяков. И одно и другое ложь, особенно что касается синяков. Их наличие вверх непрофессионализма. Юлия толк в своем деле знает. И никогда не станет убеждать своих клиентов в том, что один только массаж – панацея целлюлита и лишнего веса. Для начала, советует она, откажитесь от вредных привычек. Это первый и главный шаг к красивой фигуре. Да, очень многие клиенты приходят и говорят, я хочу массаж, хочу все кушать, хочу ничего не делать, не тренироваться, хочу похудеть. То есть, соответственно, ну, это нереально. Если клиент приходит похудеть, он должен соблюдать питание, он должен отказаться от быстрых углеводов, он должен минимум хотя бы, да, по часу, там, несколько раз в неделю выполнять физические упражнения. И плюс, соответственно, массаж. Он выводит все шлаки, выводит токсины, он разгоняет лимфа и кровообращение. То есть, в этом плане – да. Но просто так от массажа ничего не денется. Если не массаж, то антицеллюлитный крем обязательно поможет. Именно так рассуждает человек худеющий. И напрасно. Да, в составе многих кремов и гелей содержится немало полезных компонентов. Экстракты перца чили, горчицы, корицы. Они неплохо разгоняют лимфу, улучшают кровообращение. Но поры на проблемных зонах настолько малы, что все эти полезные вещества не могут добраться до жировой прослойки. После их применения кожа, может быть, и становится ровнее. Но от целлюлита, как ни старайтесь, избавиться не удастся. Ну и, пожалуй, нельзя не развенчать самый популярный миф о том, что стройность и есть залог красоты и успеха. Хотя, разве нужно тут что-то говорить? Когда женщина больших объемов, у нее вырабатывается больше именно гормона эстрогена, что очень сильно влияет на сексуальность. Прежде всего, конечно, полюбить себя. Начать с того, чтобы просто подойти к зеркалу и сказать, что какая я классная, какая я замечательная. Потому что чем чаще мы говорим комплименты именно самой себе, тем больше мы выращиваем своего внутреннего ребенка и абсолютно меняется наше отношение к жизни. Можно использовать еще такие аффирмации, да, то есть какие-то, допустим, я это смогу, я это сделаю, я верю в себя, я уверена в себе. Это те вещи, которые могут практиковать абсолютно все женщины, потому что на самом деле у всех самооценка, она немножко занижена от того, что может быть на самом деле. На данный момент у меня уже минус 12 сантиметров в объемах, без лишних всяких издевательств над собой. Не изнуряйте себя диетами, не заставляйте над собой издеваться, там близкие, там окружение иногда говорят, вот ты какая-то не такая. Я каждая девушка, которая за собой ухаживает в любом весе, она всегда успешная, красивая. Жить в гармонии с собой и не допускать хаоса – главное правило человека успешного. Положено питаться каждые три часа – ешь. Решил ходить на тренировки – не пропускай. Запланировал встречу – иди, несмотря ни на что. И улыбайся, искренне. Также открыто тебе будут улыбаться в ответ. И никому даже в голову не придет искать в тебе недостатки, потому что в счастливом человеке их попросту нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова